Вот наше комсомольское озеро. Сейчас по-современному называется Валя-Мори-Лор. Вот тут пока единственная терраса, она еще с советских времен. Немножко переделали, посмотрите, какие громадные деревья спилили. Паш, посмотрите, какие пни. Да. Просто. И деревья здоровые, причем, судя по пне. Громадные такие пни. Овощи обалдеть, сколько лет этим деревьям. Вот это вот тут. И вездесущая надпись кебаб. Нет, чтобы там плацинты или там вертута. И кебаб. Вот это комсомольское озеро. Люди уже купаются. Вода, наверное, теплее, чем море, да? Теплее, озеро же быстрее нагревается, да? Озеро? Конечно, быстрее. Но если это не Байкал? Ну да, если не Байкал, Байкал вообще, блин. Это вот там аллея дальше ведет. Мы как-то снимали. Вот там сзади нас детские аттракционы, которые не работают. Ну, вот так вот. Вот какие интересные квадровелосипеды. На озере дают на прокат. Вот аллейка такая. Люди катаются. Прогуливаются на велосипедах. На квадровелосипедах. Люди купаются. Вода теплая, наверное, уже. Никто не пищит. Значит, вода хорошая. Люди загорают. Здесь мы сидим на террасе. Везде реклама украинского пива. Абалонь. А украинцы гоняют наших молдаван в Одессе. Прокалывают колеса. Штрахуют. А тут реклама Абалони полно. Вот молдаване пьют украинское пиво. А украинцы их прессуют и штрафуют. Этот вот кебаб. То, что мы видели рекламу. Вездесущий кебаб. Хотя должны были бы продавать молдавские плацинты. Или болгарскую баницу. Ну, достаточно бы молдавских блюд прекрасных, чем этот кебаб. Что делать? Бизнес. Деньги. Вот наша выставка достижений народного хозяйства. Все-таки осталась как в советских времен. Там был сельхоз, да, Андрей Иванович? Там был сельхоз павильон. Да, да, сельхоз павильон. Да. А вот здесь вот терраска. Тут раньше были кафе мороженое, да, Андрей Иванович? Да. Сладкая вода, мороженое, булочки, конфеты здесь. Сейчас ничего нету, закрыто. Ну, елочки остались. Деревья красивые. Вот это вот выставка достижений народного хозяйства. Там, вдалеке, видите. Это ресторан, да, Андрей Иванович? Там или нет? Да. Вот бежевого цвета. Да, это... Сейчас узнаем, сейчас освежишь памяти. Продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я снимаю на видео. Это аллея, ведущая к нашему любимому домику Каса Мари. Каса Мари, Каса Мари, уголок страны моей. Ты как сердце молдавана, распахнула за друзей. Там-там-там-там-там-там-там-там-там. Вот это вот аллея. Еще раз. Это Павел Андреевич. Это съемка сына-фидуфа. А, да. Каса Мари, край мой свет. Городится с небесной словом, расцветает. А поделим сейчас, потом не получится. Каса Мари, Каса Мари. Мы вместе залепили эту консервную банку. Это бывшие склады. Сейчас они не работают. Бизнес прошел. А вот ландшафт страшно испортили. Вот этой консервной банкой. Ужас. А так оно. Думают люди о сегодняшнем дне, о выгоде. Вот это переполнено интернет. Вот этот вот мотивации. Бизнес, заработать, прибыли. Вот они, отголоски бездуховности. Думаем о материальном, о душе забываем напрочь. Вот консервная банка посреди прекрасного парка. Походим в дне митрии. Каса Мари. Это технический молдавский дом. Рядом стоит орех. Я помню, под этим орехом были скамейки. Еще в детстве сидел с родителями. Лет 40 назад. Каса Мари. Вот Каса Мари. С близкого расстояния. Фольклорный молдавский дом. Так и называется Каса Мари. Тут для гостей. И делают мероприятия. Вот стилизованный такой погреб. Вот. Погреб. А мы, люди искусства, можно зайдем? Посетим. А где табличка? Тут не написано, что нельзя. Это часто. Где написано? Ну, отчасти нельзя. Это что значит? А, короче, люди здесь не гостеприимные. Они даже не захотели, чтобы мы присели на вот эти кучу столиков там, свободных. Не захотели. Очень жаль. Да? В Каса Мари. Паша сел возле беча. Хорошо здесь так дышится. Тут вот такие кустарники. Говорит, вот точно как варня. Вот те вот кустарники. Красталации. Или как они по-болгарски. Запах такой же. Ну, не такой сильный, как в морской градини. Варня, но все равно классный. Вот мы на территории Каса Мари. Каса Мари. Вот он дом этот. Каса Мари. Каса Мари.